так как петли у меня достаточно мелкие я взяла небольшую трикотажную иглу начинаем работу с лицевой петли с лицевыми петлями здесь в общем то все понятно все просто мы это уже неоднократно делали а здесь соответствующие две нижние петли ну вот теперь у нас тут 4 подряд изнаночные петли на первую петлю переходим как с лицевой на вторую петлю переходим как с лицевой а вот теперь начинаются различия когда мы выполняем лицевой петельный шов мы вводим иглу сверху вниз когда мы делаем изнаночный петельный шов мы входим снизу и вверх и здесь тоже снизу и вверх снизу вверх снизу и вверх в следующем столбике петель мы входим уже лицевой петлей и выполняем уже имитацию но только иглой лицевой петли аналогично выполняя имитацию уже лицевых петель растягивайте полотно таким образом чтобы убедиться в том что прошиваемые вами петли одинаковы по размеру с провязанными лицевыми петлями объединяем лицевые и изнаночными петлями мы входим как в лицевую а выходим как изнаночные и здесь изнаночные снизу и вверх снизу и вверх снизу и вверх если вы только учитесь периодически растягиваете провязанные петли я говорю провязанные потому что мы именно имитируем провязанные петли для того чтобы убедиться в том что вы ничего не стянули и ничего не растянули такое соединение я очень часто использую в своих работах это позволяет мне получить бесшовные изделия которые можно носить с обеих сторон выполняя это соединение если вы вяжете на машине не убирайте брусовое полотно если вы вяжете на спицах такое соединение тоже можно выполнить очень красиво используйте вспомогательные спицы для дополнительного полотна или вспомогательную леску это очень удобно либо можно использовать вспомогательный край косичку в Bardom Железно-пгиблиот Ver board счет Продолжение следует...